В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне по всей стране пройдут сотни патриотических акций. Самара присоединится к самым масштабным уже в ближайшее время. В апреле запланирован диктант Победы. Также регион не останется в стороне от проектов свеча памяти, сад памяти и поезд Победы. Молодое поколение должно знать и помнить о всех, кто внес существенный вклад в Великую Победу, как на фронте, так и в тылу, чья повседневная жизнь стала подвигом. Наша с вами задача – организовать работу так, чтобы каждый молодой человек, каждый житель Самарской области знал историю событий тех лет, вклад региона в Победу. В апреле на территории региона начнут работу поисковые отряды. В этом году впервые запланировано провести поисковые экспедиции в местах авиационных катастроф времен Великой Отечественной войны. Поисковики отправятся в Волжский и Сергиевский районы, а также ряд других территорий. Сейчас мы хотим присоединить с разрешением администрации местного самоуправления и, соответственно, органов МВД, органов военного управления, также администрацию Кениль-Черкасского и Богатовского района. Потому что, по нашим данным, по данным мирного населения, к сожалению, есть погибшие летчики времен войны, которые до сих пор находятся не упокоены, не захоронены. И есть места, фрагменты самолетов, которые попадаются при разведывательных поисковых работах. Во всех уголках Самарской области пройдет проект «Внутри истории». Всем желающим предложат перенестись в 40-е годы с помощью современных технологий. У нас используются разные технологии интерактивные. Это как и VR, это и дополненная реальность. У жителей есть возможность прочувствовать, испытать на себе все эти ощущения, эмоции, побывать на заводах, провести воздушный бой, оказаться в госпитале. Особое внимание в год 75-летия Победы уделят ветеранам. Участники движения «Волонтеры Победы» сформировали мобильные бригады и готовы оказать всю необходимую помощь. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.